Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня у нас очередная посылка. Очень тяжелая, видимо, супергерметично все запаковали. Ну, наверное, здесь килограмма три точно. Я знаю, почему посылка настолько тяжелая, потому что здесь очень много джинсов. И как они все поместили сюда, я не знаю. Без вас не открывала. В этот раз я хотела сама открыть, все посмотреть, померить, а потом уже показать вам. Но, если честно, мне кажется, круто, когда именно вот так вот я распаковываю. И действительно, мои первые впечатления вы видите и слышите. Так, на минуточку, посылка была куплена мною самостоятельно, как и все остальные. Поэтому можем обсирать их сколько хотим. То есть, это не интеграция ни в коем случае. И до этого видео, которые были, они тоже не были спонсированы. Я покупаю все за собственные деньги и показываю вам свой честный отзыв. Например, вот это платье ужасно просто плотное. Итак, давайте приступим. Первое, что я здесь вижу, я очень давно хотела себе школьную юбочку. Такую юбку я хочу себе, наверное, где-то с класса седьмого. Все равно, думаю, с колготочками зимой можно носить. Размер взяла S. Я думаю, что мне подойдет идеально. Очень хотела такую расцветку. Выбирала между двумя вариантами. И мне кажется, очень классно будет смотреться подобная юбка и какая-то оверсайз толстовка. Будет прям пушка. Ну а так, в общем, швы вроде как ровные. Смотрится она неплохо. Кое-где торчат нитки, но не критично. Ну что я могу сказать насчет юбки? Юбка однозначно мне очень нравится. После примерки я это поняла. Очень классно стройнит ваши ножки. Часто было такое, что я мерила юбки подобного формата, например, в Нью-Йоркере. И я в них выглядела очень-очень толстые. У меня ноги выглядели огромными. И какая-то я была, знаете, такая... Хей, баба! В этом случае нет. Ты выглядишь очень даже утонченно. Длина оптимальная. То есть не коротко, не длинно. Как раз самое то. То есть не критичная длина. Можно и зимой под колготки. Можно и летом без колготок носить. В любом случае смотрится очень красиво. Я безумно довольна. Если у вас в школе нет никакого дресс-кота, то спокойно можно носить. А так как я школу уже закончила, я буду просто с разными нарядами, с какими-то грубыми кроссовками, возможно, с гетерами носить. Мне нравится. Решила рискнуть и взять себе джинсы. Эта посылка тоже пришла очень быстро, где-то в течение 10 дней. Я думала, что она придет попозже и уже будет самое время надевать джинсы. Ну что, первые джинсы с клубничками. Мне так понравился этот орнамент. И больше всего я боюсь, что они будут большие мне в талии. Какие джинсы бы я не покупала у нас в городе. Везде в талии у меня все болтается. Я ношу ремни, а мне нравится носить без ремнев. К сожалению, джинсы имеют минимальный просто стрейч. То есть они не очень сильно тянутся. Но длина, думаю, мне подойдет. А самое главное здесь клубнички, которые вышиты. Очень аккуратно, нигде не торчат нитки. Смотрится очень красиво, необычно. Много там разных джинсов было именно с вышивками. Так как однотонных у меня много, решила взять. Здесь я, конечно, не могу однозначно ответить, нравится мне покупка или нет. Начнем с того момента, что брюки мне, как я и боялась, очень сильно велики в талии. Но когда я надеваю ремешок, это смотрится как-то не очень, что ли. Во-первых, материал джинсов такой, что всю грязь вокруг они собирают на себе. И смотрится это, как будто бомжара вышла с привала и пришла. Хотя они вроде как были чистые. Вокруг пыль, грязь, все, что есть, эти джинсы собирают на себе. Ну а орнамент этот, вышивка очень аккуратно сделана, замочек хорошо работает. Так все отлично. Но как сидят они на мне и материал мне как-то не очень нравится, если говорить прям откровенно. Следующие джинсы. У нас прям посылка с джинсами. Поэтому она, видимо, была такая тяжелая. Оп. Это, значит, самые обычные, классические. Единственный момент, что вот здесь у лодыжки есть такие разрезы. Цвет достаточно темный, как я и хотела. На высокой посадке, без никаких рисунков. Тоже джинса особо не тянется. Но эти джинсы не должны быть в облипку. Девочки, просто вау! Я очень довольна покупкой. Очень мне нравятся джинсы, как они сидят. И я чуть не промахнулась во время покупки. Хотя ориентировалась строго на размерную сетку. Я хотела взять себе самый маленький 26 размер. Но, к сожалению, на момент покупки, то есть, получается, я вещь сначала кидаю в корзину, а затем уже совершаю покупку. И вот за этот короткий срок распродали все 26 размеры. И просто мне пришлось купить 27. А сейчас я понимаю, что это просто стечение обстоятельств. И мне 27 прям впритык идеально. Если это был бы 26, я бы уже не влезла. Поэтому чисто повезло, так скажем. Лучшее приобретение. Очень нравятся джинсы. Ношу с удовольствием. Следующая спонтанная покупка, я бы сказала. Решила купить себе очередное платье. У меня же мало платьев. Правильно, надо добавить. В общем, мне понравился цвет. Фасончик наподобие халатика. И интересный орнамент. Чем-то мне напомнил этот рисунок. Игру в карты. Это как будто пики. Разные цвета были. Очень-очень, знаете, такой легкий, приятный на ощупь материал. Нигде не торчат нитки. Кстати, мои хорошие, на летние вещи, на некоторые есть скидки сейчас. И очень выгодно сейчас их приобретать. Правда, уже, к сожалению, не успеете поносить. Но купить можете хотя бы на следующий год. Здесь я даже не знаю, с чего начать и чем закончить. У этого платья столько минусов, что я не знаю, с чего начать. Вы, наверное, подумаете, что Айка просто придирается. Я бы тоже так подумала, потому что на видео все кажется супер. То есть офигенное платье, классная расцветка, хорошо сидит. Но это все надо видеть на деле. Я вам сейчас попробую поэтапно рассказать о всех минусах. Начнем с того момента, что если вы в этом платье будете очень быстро куда-то ходить, с вероятностью 95% все окружающие увидят ваши трусики. Я очень извиняюсь. То есть нахлест здесь просто минимальный. При ходьбе все раскрывается. Здесь я кое-какой механизм тут придумала. Кое-где подшила-пришила. В общем, сделала пуговицу. Как-то разобралась. Но опять же здесь в области груди образовалась такая дырочка, где опять же видно грудь. Это еще не все минусы. В процессе глажки я вроде как аккуратно глажу все. А потом в конце я обнаружила, что хорошо, что я на гладельную доску сначала постелила простынем. Весь рисунок, вот этот вот сердечки, который мне изначально понравился, он отпечатался на этой простыне. Что делать с этим платьем, я даже не знаю. Очень неудачная покупка. Не советую однозначно никому. В общем, больше всего я ждала вот такую вот джинсовочку. На осень себе надевать. Достаточно плотная. Все аккуратно прострочено. Здесь такие дешманские стразы. Ну ничего. В общем-то мне нравится. Но опять же надо мерить, чтобы говорить свой уже полноценный отзыв. Наступает осень и пора уже задуматься о какой-то осенней одежде. Здесь на самом деле мой косяк. Я в процессе того, как покупала, очень быстро решила сделать заказ и не обратила внимания на вот эти вот стразы. Если бы я их увидела сразу, возможно я бы заказала какой-то другой вариант. Но вот эти стразы смотрятся как-то не очень. Но с другой стороны они хорошо пришиты. И при желании это спокойно можно убрать ножничками буквально 15 минут вашего времени. С легкостью просто их уберете оттуда. Надо их просто распороть. Я немножко поношу так, а затем обязательно распорю это все дело. А так, в общем, мне нравится. У меня очень много таких джинсовок оверсайз. Я решила купить что-то приталенное. Дабы внести какое-то разнообразие в мой гардероб. Совсем забыла. Заказала себе кисточку. Одну единственную. Дело в том, что у меня есть помады, которые я переплавила. И их нужно наносить кисточкой. А когда я наношу обычной кисточкой, вся косметичка у меня пачкается. Именно поэтому я взяла себе кисточку именно с колпачком. Чтобы если что я накрасилась и обратно засунула в колпачок. По мне очень удобно. Не совсем кисть та, которую я хотела. Но в любом случае... О! Можно еще брови расчесать. Изначально покупала эту кисточку именно для помады. Но на самом деле мне очень понравилась другая сторона именно для бровей. Очень удобно ими расчесывать именно наверх. Вообще классная кисть. Я абсолютно довольна. Очень нравится. Думаю даже еще одну такую заказать. И последнее, что я вам покажу. Что же здесь было? Джинсы очередные. Просто не помню какие. Аааа, я вспомнила! Это очень короткие джинсы. Это как что-то наподобие клоуна. И здесь уже, к сожалению, вышивка. Это просто наклейка. Я думаю, что она очень быстро отойдет. Если с клубничками это была вышивка, здесь это просто наклейка. Я просто уверена, что этот вариант 100% маме не понравится. Мама схватится за голову и скажет, Айка, что это такое? Ты похожа на клоуна и так далее. Но у меня все джинсы почти одной длины. Пусть будет разнообразие. Пусть будут и такие. Понятное дело, это джинсы не на зиму, не на осень. А это именно летние джинсы. Они тоненькие. В них удобно. Я уже 2-3 раза ходила по делам в этих джинсах. Единственное, чего я боюсь, при стирке я думаю, что вот эти наклейки все отойдут. Но если даже отойдут, я думаю, ничего страшного, буду носить без них. В общем, вот такой заказ у меня был сегодня. Если вам он понравился, то обязательно ставьте лайки. Пишите свое мнение в комментариях. Все ссылки я оставлю в инфобоксе. Просто ради вашего удобства. И свои параметры, пожалуй, тоже. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую.